всем доброго времени суток меня зовут надежда приветствую вас по себя на канале сегодня мы немножечко поговорим с вами о советах которые не работают напомню вам что по традиции я оставляю ссылочку на свою группу в telegram где мы сможем общаться без цензуры где я смогу проводить стримы прямые эфиры поскольку на этом канале я еще проводить их не могу будем болтать обо всем о чем захотите предлагать свои темы можете также там и также оставлю ссылочку на свой второй рукодельный канал возможно он также будет вам интересен но сегодня тема советов мы часто с вами сталкиваемся с людьми которые любят давать советы с советами которые не работают да как правило и сегодня речь пойдет о советах тех советах именно по знакомствам которые как раз таки не работают которые эти советы да именно раздают всем и вся я набросала себе небольшой списочек да кстати если у вас вам давали какие-то советы такого плана можете этот список мой дополнить в комментариях либо же написать в группу либо же группе есть ссылочка на мой профиль можете написать личное сообщение то есть где вам удобно можете дополнять этот список вашими советами которые скажем так вы когда-либо получали и которые не сработали будет интересно почитать ну непосредственно к советам да как совет 1 которые я всегда слышала до знакомиться на работе давайте ребят так на работу ну это правило советую женщине мужчинам я не знаю такой совет или нет но тем не менее я буду говорить до маримарка на полях отвлекусь еще немножко буду говорить о тех советах которые дают именно женщина так вот знакомиться на работе да ну давайте так если женщина живет одна так без мужчины то естественно она вынуждена сама себя обеспечиваться да и в принципе должна сама себя обеспечивать да если есть дети то тем более и когда женщина устраивается на работу либо она уже работает не важно здесь не принципиально да она идет туда для чего заработать денег да не для знакомства она идет зарабатывать деньги на работе в принципе люди работают да они а чей гоняют ну я не знаю может где-то в офисах офисный планктон гоняет чей во время обеда да если у них обед пару часов то возможно но как правило это таких людей меньшинство которых обед большой которые утром могут себе там позволить кофе на работе попить давайте смотреть реально на вещи это вот эти вот моменты о которых я сейчас говорю это а скорее фильмов люди насмотрели за где в кино показывают что в обед работники офиса идут куда-то в кафе кушать с компаниями да но это сюжет фильма в реальности на самом деле я такого не встречала дальше если женщина работает в женском коллективе например у нас соседний участок там женский коллектив допустим взять смену я работаю на производстве если что и взять смену смена 70 человек из них 55 женщин остается 15 человек мужчин они либо женаты либо по возрасту в сыновья либо в папы либо там условно говоря тот самый минус плюс такой момент что как бы это сказать помягче потому что у нас мужчины такие ранимые слишком да и опять закидать у меня тапками и скажу что это тварь меркантильная ну пусть имеется право на таких местах по работе по работе если в одном коллективе в одном смене в одном сходном одном участке в одном офисе да будет и зарплата плюс-минус одинаковая и как-то сейчас не рассматриваю женщины вот прям ознаковых ознаковых но все-таки все-таки мужчина должен быть главой семьи и зарабатывать ну давайте так мы не будем греха то есть да и здесь много-много факторов еще помимо того что у женщины все-таки идут туда работать и как правило на работе это вообще никак не вариант дальше совет следующее как раз таки опять же касаемые работы если на работе не получается познакомиться то советую сменить работу у меня возникает вопрос а зачем ну давайте так можно белаясь с места на место в поисках некой такой ведомой морковки которую может не не получить не заработать не найти да не факт что если женщина сменит работу то она вообще кого-то найдет а бегать с места на место рабочие это вообще не вариант это один момент такой второй момент допустим если женщина зарабатывает немножечко выше среднего либо тех же я живу в беларуси если что да и возможно многие слышали что у нас типа да нет типа 500 долларов средняя зарплата по стране но условно я сейчас беру то что нам говорит государство ничего лично и допустим если естественно женщина получается этих 500 600 долларов менять какую-то работу допустим на зарплату с меньшей зарплатой да не 500 уже допустим 400 300 нет а зачем идти допустим на меньшую зарплату а не зачем не надо это то есть можно еще не то чтобы даже не найти кого-то для познакомиться в реальной жизни вот именно сменив работу а еще и в деньгах потерять а зачем это женщине не нужно а не зачем так что это тоже вариант еще такой себе есть вероятность что женщина эту работу не найдет вообще чтобы ее поменять именно по своему профилю потому что очень часто сейчас мои девчонки которые рассказывают по поводу смены работы не потому что они там меняют ее чтобы кого-то найти нет поэтому скажем так смена коллектива немножечко да в этой серии и рассказывают о том что без опыта работы не то чтобы без опыта работы по специальности сложно найти работу именно если так это узкая специальность либо надо повышать квалификацию что это же такие деньги время ну хотя это тоже можно найти но просто возникает вопрос зачем на хрена это на хрена менять что-то то что не работает давайте так была бы гарантия какая-то что при смене работы что-то сдвинется с точки женщины в личной жизни ну или хотя бы процентом на 70-80 да имела бы место быстро так совсем не вариант и тем более если специальность у женщины суглова женская это опять же таки менять женский коллектив на женский коллектив а зачем дальше поехали следующий следующий совет то есть это на улице в общественных транспортах в общественных местах тоже совет такой себе что допустим вижу я в окружении я езжу на работу например ну или другие женщины тоже которые находятся следующий день в поиске что мы видим да общественный транспорт каждый сидит в телефоне да то есть если раньше как-то хотя бы оборачивались по странам смотрели чтобы встретиться может быть кто-нибудь знакомых ездит да хотя бы можно пару слов прокинуться что называется то сейчас каждый в телефонах на остановку приходишь то же самое каждый в телефонах общественные места серьезно тоже остановка тот же магазин сегодня каждый сам себя никого не замечает никого не видит в принципе у меня у меня допустим это тоже присутствует потому что я еду на работу я может монтировать наушник сидеть что-то почитывать например да у меня еще канал над за ней есть я не помню оставлялась или нет но тем не менее я люблю допустим ехать на работу и заметки какие-то читать то есть это экономит мое время я не трачу время дома до работы мне ехать полчаса полчаса до работы полчаса после и и я сама такая да я тоже читаю в телефонах да время сейчас такое ну читала куда газет мы не читаем и все остальные люди также ну не все по крайней мере мое поколение плюс-минус моложе кто моложе так тем более да то есть нет пика на пляже еще что-то то же самое на пляже до своей компании летом зимой тоже как бы если это пересекается то основным своими компаниями поэтому ну такой себе если если кому-то повезло познакомиться в общественном транспорте напишите пожалуйста в комментариях просто интересно даже бывает ли такое вообще в жизни ну по крайней мере сегодняшний до 21 веке будем так его называть дальше следующий совет познакомить могут друзья знакомые то есть говорить просить об этом знакомых да говорите знакомым что в поиске просить их об этом начну с конца вы серьезно полагаете что ваши знакомые не знаю что в поиске но я очень сильно об этом сомневаюсь мои допустим знакомые знали что я находилась в поиске да никто никого просить вы серьезно нет но об этом не просят понимаете это имеется ввиду это один момент второй момент знакомые которые знакомые приятели друзья которые знают что в поиске если бы они могли сочли нужным они бы сами предложили если бы не предложили прямо давай мы там например себя с кем-то познакомим то можно было бы сделать так чтобы допустим позвали в компанию например в общую куда-то или еще как то то есть то можно было организовать не говоря допустим прямо никто сейчас никого не знакомит вообще а знаете почему не потому что там времени нет не потому что желание потому что банальная женская например зависть почему объясню зависть в чем может так получиться что допустим познакомит женщина если касается женщин да еще сковорю заговорила женщина познакомит свою холостую подругу с кем-нибудь и так получится что эта подруга станет жить лучше чем живет женщина может какой-то да легко поэтому нет пусть лучше так зима сидит в стороночке а я буду типа лучше выше богаче ну придумайте сами что касается мужчин почему мужчины не знакомят обычно ну потому что в смысле мне не дала а ему ну как то так работает я такое слышала да мне такой случай рассказывали прикиньте так бывает поэтому никто никого сегодня не знакомит и не будет делать даже не бесплатно давайте так дальше следующий вопрос точнее совет да но это опять же такие общие компании и корпоративы ну допустим корпоратива опять же приведу пример соседнего участка у них был корпоратив и представьте себе женская бригада ушла гулять на корпоратив пусть там возможность с кем-то познакомиться если это женская бригада ну вряд ли есть возможность что кто-то придет с мужем конечно есть но только это чужой муж давайте так если мы будем рядом жена момент есть возможно что что кто-то придет с братом сватом или кумом нет не придет поэтому корпоративы отпадают общие компании вы давно видели когда люди холостые люди собираются общими компаниями я такого уже не видела наверное лет пять а то и больше не собираются сейчас а если собираются то это либо подружки у кого-то дома да посидеть часто такой девичником да либо парни мужчины таким мальчишником это правило либо дома что чаще всего бывает потому что зимой куда-то идти но это одеваться собираться в большинстве случаев людей 30-40 плюс может если 30 плюс еще нормально то возраста 40 плюс тоже просто не то чтобы лень думал иногда лучше да выбираются конечно компаниями в клубы в бары но опять же таки выбираются своими компаниями как правило либо мальчишник либо девичник это то что я наблюдаю поэтому тоже совет такой себе слабо работающий дальше можно советовали что можно ходить в кино выставки в кино опять что есть какая-то премьера я последний раз была в кино на мой сентябре в жилобине были мы с приятельницей и наблюдала эту картину но у меня меня кар и меня именно фильм интересовал мне было интересно вышла премьера фильма и он мотался в кинотеатре мы нам было именно интересно сама сам фильм везде общежития заселяли и как раз попали на примеру так вот что мы наблюдали к чему это и все в кино идут в компаниями прикинь сюда обсуждают фильм смотрят фильм ну никак не знакомятся то есть в кино идут смотреть понимаете музеи и выставки допустим была я когда-то однажды в минске но не однажды я в минске часто бываю но мы забирали дочку из санатория тогда и в минск в музей привозили в музей Валерия в картины привозили привозили третяковку то есть частично и мне было интересно посмотреть в картины и тогда у меня еще был жив муж на тот момент я была в тот момент замужем и мы втроем с дочкой с семьей своей семьей на тот момент полноценной пришли посмотреть именно картины и вы считаете мы там были одни семейные нет ни одни семейных людей на таких мероприятиях очень много понимаете вот именно в плане выставка выставок и музеев видела студентов которые описали экзаменационные работы на тот момент именно по картинам художников были эти экскурсии с гидом опять же таки это экскурсии экскурсии понимаете люди приехали целенаправленно на выставку уладывается о чем я говорю так что тоже здесь совет такой себе нет и это не сработает в большинстве своем дальше следующий совет бары и кафе то же самое вылазки давайте так мы иногда с подружками с приятельницами выходим на мы выходим чисто так для себя из и собственного отдыха чтобы не сидеть его иногда дома да и не готовит допустим себе на посиделке на какие-то мы выходим в кафе вот я во влоге показывала кафе у нас бриллиант есть кафе бар что у нас там проводится пятница суббота ездишь и то есть есть дискотека есть кафе бар там есть кухня там можно сказать покушать то можно заказать еще что-нибудь при желании да у нас бывает крайне редко но тем не менее мы выходим как мы в этом женской компании да как правило нас обычно человека три-четыре собирается и мы выходим себе забралируем парнируем стульки так далее но я вам рассказываю все взрослые люди когда-либо выходили наблюдала тоже такую картину сидят сидели мужские компании по несколько человек ну естественно больше чем нас и никто ни на кого не обращает внимание мы с девчонками шли общаться да как правило но мы мы общались они общались между собой мы общались между собой соседний столик общался между собой и по сути никому ни до кого не было дела плюс музыка как говорится и соседними столиками переговариваться друг друга не услышится понимаете не вопрос на месте курил как ваться многие люди сегодня курящие но тем не менее выходя выходили компаниями тоже курить никто ни на кого не обращает внимание не знакомятся сегодня в барах даже по крайней мере в моем городе если вы из моего города если вы видели ситуации когда в барах подобных знакомиться знакомятся либо вы сами разнакомились расскажите в комментариях будет интересно почитать потому что я такого не встречал и последний на сегодня совет который всем советом совет познакомиться в клубах по интересам я живу допустим малом городе я придумал пример своего города по интересам советовали альпинизм советовали горнолыжные эти самые лыжи короче да на горные да у нас равнина если что у нас гор нет на руси знаете на руси небо и горнолыжный спад это у нас ясно что у нас есть своего моза рекорд народа горнолыжный комплекс где допустим наш город где муза и простите ребят не работает и подобных вот советов которые а дайвинг советовали так где я беларусь где море серьезно то есть клубы по интересам что это такое человек и за туда заниматься каким-то хобби у меня тоже есть хобби я вижу да пойду я в клуб по интересам у нас мяжет поднимите руки я думаю руки будут вот так вот вам все интересы таких интересов очень много да что касается коньков я стояла на касаю стоим коньках и он могу но последние много лет у нас катков не занимает не целевая пледу примерно коньках танец порция катания конька последние много лет нас не заливают как катки ледовый дворец у нас строится уже лет на я еще училась в школе его заложили фундамент простите мне 40 43 года будет его только достраивают обещали двадцать четвертом году сдаст эксплуатацию насколько это вероятно сильно я сомневаюсь если его зовут эксплуатацию обязательно вам покажу ну то есть пойти куда-то вот по интересам нет у нас клубов по интересам по тем интересам допустим которые интересным были бы мне или интересно были мы моим приятельниц подруга нету такого у нас нету и не было никогда потом дальше если люди идут в клуб по интересам естественно они будут а вру шахматы были когда-то сейчас не знаю они есть или нет но согласитесь что если мужчина идет играть в шахматы и сон шахматист он будет играть шахматы вот вот поверь смазу если среди вас есть шахматисты можете подтвердить мои слова в комментариях либо калкобежцы либо спортсмены по ворным лыжам пишите в комментариях много вы на своем хобби на женщине внимание обращается не обращайтесь фиг вам то же самое работа это в обратную сторону если женщина идет допустим заниматься каким-то своим интересом она будет заниматься своим интересом а не может рассматривать понимаете про клубы интересов то вообще тасс человек туда идет интересными своими заниматься они рассматриваются людей противоположного пола чем-то работает в обе стороны ребята правда так вот у меня был список ребят если у вас есть чем дополнить или у вас есть какие-то истории на эту тему возможно вам под форсила возможно выставили где-то из этого списка удачу и либо же ну не знаю повезло я конечно это был сарказм если что пишите истории возможно кому-нибудь будет это полезно и интересно мне будет интересно очень почитать потому что действительно девчонки смотрят тоже канал который в поисках девушки женщины которые в поисках да им будет интересно почитать на самом деле как это все работает если если это если это вообще работает потому что я вижу обратное так что как-то так вот такой был список дополняется свой мой список своими советами которые вам давали которые у вас не сработали возможно вы дополните теми советами которые именно рабочие рабочие советы и это будет полезно почитать не только моим девчонкам но и другим зрителям канала на самом деле будет полезная полезная информация также не забывайте подписываться на группу в telegram где повторюсь мы будем обучаться обо всем также вы можете предлагать свои темы там же мы можем с вами вести прямые эфиры и общаться без цензую но на сегодня у меня все спасибо что были со мной пока